Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Чернобыль. И мне не знаю, что случилось с сохранением. Я переиграл все то, что у нас с вами было в первом выпуске. И получилось другое задание. И вот это на самом деле для меня немножко странно. Со мной связался какой-то таракан. Соответственно, мне нужно с ним встретиться. И опять же, отправиться нужно туда же, куда нас с вами посылал Михаил. То есть, в принципе, та же локация. Отправляемся с вами туда, но другое задание. Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытания дуги. Так, так. Ладно, хорошо. На самом деле, вот эти вот все подсказочки, ну или не подсказочки, а вбросы именно сюжета, или того, что раньше происходило через вот такие фишки, это очень круто. Я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. На физику талант спустить. Жесть. То есть, как я понимаю, сейчас нас перекинет туда локацию. Итак, у нас с вами 30 минут на то, чтобы выполнить здесь задание. И знаете, возможно, что произошло? Возможно, не было чекпоинта. Я вышел из игры, а чекпоинт не взял никакой. Из-за этого меня откинуло. Все, я все понял. А я-то думал, что там происходит? Я думал, что должно загрузиться с базы, но нет. Но, собственно говоря, я все восстановил. Мы с вами здесь. Предлагаю отправляться потихонечку вперед. Я так понимаю, что здесь будут солдаты, другие сталкеры, какие-то побочные задания. Большое количество лута. И мне нужно пройти через дорогу вот сюда. Момента from the past. Подожди, это момента from the past? Это как бы, ну, воспоминания из прошлого? Здесь что-то рядышком. 26 метров. Ты кто? Ты заяц. Или курица. Что это? Тихо. Что? Так себе видок, да? Ну да. Что случилось? Так себе видок, да? Эта штука атаковала меня. Твари эти. Атаковали. Последняя до меня добралась. А я ей башку снес. А теперь застрял тут. Зачем это? Эй, я тут все патроны на эту тварь потратил. Патрон не одолжишь? Сейчас поясню. Я отсюда не выберусь. Так что... Нехило тебя раскуречило. Да, Дим, а помочь? Подожди. Может быть, какой-то способ, чтобы освободить тебя? Погоди. Должен быть способ отсюда выбраться. Я не против. Хочешь поискать его? Валяй. Только... Только что? Только за спиной солдат. Это как-то с этим связано, нет? Или это случайность? Двое. Так. У меня есть это. Здесь у меня телепортатор. При помощи него можно возвращаться. Я думаю, знаете, как с вами провернем? Одного оглушим, второго застрянем. Ладно, плевать. Давай. Не заметил. Прикольно. А, должен был бы заметить, честно говоря. Ладно, хорошо. Ну, может быть, в будущем доработает, а может быть, так и задумывалось. С этими разобрались. Возвращаемся к нему. Так что только там у тебя? Смотри, чернобылит. А! Я типа тебя освободил? Хорошо. Только не оставляй меня тут болтаться. А, ну я вроде не оставился нормально. А, да. Теперь давай поосторожней. Еще бы. И я. Я тебя запомню. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать. Давай, братан. Удачи. Вот мне бы тебя запомнить. Может, масочку снимешь? Ладно, плевать на нее. Ого тут. Что за тварь на них напала? Ладно, надеюсь, что в ближайшее время не встретим. Какой-то сундук. Его нужно вскрыть. Защищенный пароль. И что это система Restart Countdown. Подожди, что такое? Выбрать H Hands. Понятно, как это работает. Оу, прикольненько. Механические запчасти. Топливо и электроника. Так, секундочку. Еще что-нибудь здесь есть? Ну-ка. Неплохо. Мы так с вами сразу, да? Зашли на карту. Секунду. Но мне по большому счету нужно постоянно двигаться вот туда. Я уже сейчас просто не в ту сторону пошел. Но не будем никуда спешить. Будем потихонечку все осматривать. Тем более нам нужно очень много как раз вот этих вот вещей, чтобы потом на базе можно было все строить. А это вообще на самом деле еда. Еда нам с вами тоже пригодится. Ты смотри, что творится. Это что такое? Мне кажется, только что этого здесь не было. Чего сейчас? Это все заспаунилось что ли? Я, честно говоря, вообще не понимаю. Травы. Которые вообще не отмечались. Ладно, хорошо. Значит, они шли в ту сторону. Нам с вами направо. То есть, подожди. Прямо. И направо. Оружейку я, естественно, взять не могу вашу, да? Выходим обратно на дорогу. Офигенная дорога, конечно. И нужно на самом деле следить за местом в инвентаре. Потому что так можно подзалутаться. Это что вообще такое? Чернобылит. А, еще один кусок чернобылита. Все хорошо. Так. Грибы. Я вижу, вижу, вижу. Что за нафиг? Грибы не собрал. Один. Вода должна быть реактивной, на самом деле. А, я тебя понял, кто меня палит. Спокуха. Да что ж ты так палишь, ты гад? Все хорошо. Так. Этот смотрит сюда. Я надеюсь, он не повернется. Этот смотрит сюда. Там еще один, кажется, был. Этот смотрит сюда. Блин, зараза. Это фигово. Ладно, пойдем мимо просто так потихонечку. Не будем с ними сражаться. Потому что трое у меня на ган. Ну, на самом деле можно раскидать. Но, типа, может быть еще где-то. Вон, видишь, впереди еще один. Пошли через лес пройдем. Все, все. Хорош палить, сволочь. Все, отлично. Уходим оттуда. Сто метров. Топливо. Там что-то есть. Грибы. Да, точно. Показал, что рядом кто-то был. Ну, топливо мне не шибко нужно. Хотя тоже, на самом деле, нужно. Мне нужна, знаете что? Химия. Чтобы можно было грядки дома посадить. И вот здесь у нас с тобой... Это еда, походу. А еда в этой игре нужна для того, чтобы кормить сталкеров. Ну, и самому кушать, если не ошибаюсь. А нет, механические части. Блин, странно. Так. А вот это вот как раз химикаты и есть. Прикол. Вот это топливо. Так, это внутри здания. Вообще-то здесь так вот, знаете, шкериться нужно поаккуратнее. Потому что солдаты могут быть где угодно, я так понимаю. Как мне туда попасть? Ну-ка. Ладно, предлагаю дойти до цели. Спокуха. Где-то рядом. И впереди вон еще один. Даже не один. Открыть можно? Нет. Здесь еще электроника. Угу. Нам в это здание. Да, точно. Вход здесь. Но вот он ход палит. Блин, их трое. В общем, нужно как-то аккуратно мимо него пройти и зайти в здание. Ну что? Рискнем здоровьем? Ну, если что, посражаемся. Да не, нормально все. Грибы были. Все, мы внутри. И здесь где-то нужно было просто с ним встретиться, я так понимаю. Блин, что за нафиг? А, можно открыть. Хорошо. Или что-то найти. Лог. Замок, в смысле, нужно взломать. То есть мы можем, выбирая букву, подбирать таким образом как раз из списка. То же самое было примерно как раз в флаутах. Юнити. С первого раза. То есть просто чуть-чуть потыркаться. Антирад. Кстати, я там по радиации прошел. У меня это как-то отметилось. Секундочку. Инвентарь. У меня немножко здоровья просило. И все, ничего особенного. Здесь внутри. Что это? Wire Trapid Music Box. Боже мой, это же музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. Как это возможно? Тут еще что-то. Для Татьяны с любовью. И ты, ну, моя любимая Татьяна от Игоря. Так хорошо, как это забрать. Бэк. Еще. Так вот, таракан сказал, что он хочет встретиться где-то здесь. В глазе Москвы. Соответственно, я думал, что это здесь. Но нет. Забрать это нельзя. Ничего сделать нельзя. Только положить обратно. Она спела мелодию из бременских музыкантов. И что? О, так ты нашел его, старина. Это же твой, так ведь? Жучок. Прослушка, разве нет? Ты... Ты кто такой? Да что тут творится? Он хотел, чтобы ты пришел. Чтобы нашел этот старый чемодан. Этот безумный старый ублюдок сказал, что это привлечет твое внимание. Верно? Поторопись. Что? Привлечет мое внимание? О чем ты говоришь? Тсс. Здесь говорить опасно. Опасно. Встретимся в соседнем здании. Только подожди здесь ровно одну минуту. Понял меня, дедуля? Хм, старина, мышь. Совсем с катушек и послетали к чертям собачьим. Что за банда психов? Так, ладно, хорошо. Где он? Подожди здесь минуту. Ты шутишь? Типа она там. Хорошо. Фишка в том, что... Если это происходило лет 30 назад, да? Даже предположим, что ему было на тот момент 20 лет. Сколько ему сейчас? 50? А, вижу тебя. Это рисунок на стене. В соседнем здании это здесь. Как мне туда попасть? Хорош палить, сволочь. Хорош палить. Давай чешем вперед потихонечку. В этом здании? Что? Предъявите пропуск в руках... Ну, а в руки контролирующему в развернутом виде, хорошо. Почему перевернута? Другой стороной. Косяк. Косяк. Тихо. Нам куда-то сюда. Радиация. Ладно, нормально. В каком здании, блин? Ладно. Наверное, просто не в этом здании. Хорошо. Стоп. Встань. Давай сюда. Здесь не должно быть... Вот здесь вот все должно быть хорошо. Давай еще раз. Да, зараза. Давай. Фуф. Нужно добавить одну единицу топлива. Есть, сделали. Я бы хотел приготовить просто пару единиц. Вот этого добра, чтобы можно было подлечиться. Не просто ж так все это дело собирал. Хорошо. Инвентарь. Съедим. Отлично, подлечились. Давай карту. В каком здании? Он сказал, в соседнем здании. В вот этом, Т-образном? Или в том маленьком? Но в него нету входа. А, здесь если нету входа, это нарисовано. Скорее всего, он имел в виду вот это здание. Ладно, сейчас сходим. Сашко. Ладно, Александр. Тихо, тихо, тихо. Да, тех далеко, они должны видеть. Не должны. Лежу патруль. Давайте, парни. Чем быстрее закончим, тем быстрее вернемся на базу. Степан, что там с этими тварями? Не видать? Нету. Все чисто. Но могу сказать, чем быстрее вернемся, тем лучше. Никто не спрашивал твоего мнения, Степан. Интересно, мы можем по-быстрому снять? По-тихому, по-быстрому. Так что меня запалили. Отлично. Где еще? Кто-то же меня палил. Понял тебя. Черт, он сюда смотрит. Спокуха. А если вот так вот действительно бочком, бочком, бочком? Нет, так я не пройду. Он же один? Да, он один. Так, хорош. Давай. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. И этого туда же. Нафиг я это дело не знаю. Ну, гляжу, сейчас что-то подлатаем с них. Как минимум, механические запчасти. Дальше что там? Калаш. Я все равно не заберу патроны. Ну-ка, и с этого... С этого я все собрал. Что у нас с вами? Еще механика. Подожди, это что за дом? Это, кстати, большой домик. И в нем, кстати, отметка. То есть мне нужно было в этот дом прийти. Я правильно пришел. Сам не знаю как. Черт. Че за нафиг? Ну-ка, фонарик. Как туда попасть, блин? Ладно. Антирад. Нужно прям аккуратно-аккуратно, чтобы тебя не палили. Не дай бог, где-то еще кто-то химикаты были. Хорошо. Хотя с этой стороны навряд ли генератор. Есть. Так, потихонечку будем лутать все. А где он? А, он в другой части здания. Все хорошо, ладно. Еще дверь. Букварь. Блин, шикарно. Значит, это получается. Нам с вами нужно подняться на второй этаж, скорее всего. Там будет переход. Там что-то наверху лежит. Помимо этого добра здесь еще могут быть всякие твари. Вон, видишь? Что-то типа тени. Здесь дофига всего. Смотри-ка. Дробаш. Я нашел дробаш. Шикарно тут вообще. Блин, обалдеть, сколько всего. То есть у нас с тобой есть наган. Есть это дело. И что у нас? Помповое ружье. Четыре заряда. Шикарно. Кукла какая-то. Подожди. Что за... Там была фотография. Это что? Просто вешалки. Почему здесь везде эта дрянь появилась? Я боюсь, что там кто-то нас встретит, да? Но по-любому. Ладно. Давай карту. И все же нам нужно как-то пройти направо. Ой, маловероятно, что через третий этаж. Ну ладно, пошли туда. Неужто здесь? Ну-ка, секунду. Да блин, не то. Да, здесь что-то есть. Телек старый. Класс. Какие молодцы. Представляете, они все это сюда положили. Переход? Переход. Сейчас внимательно. Государственное, значит, мое. Класс. Она с полстраны, поэтому принципу жила. С заводов таскала все. Опа. Момент-эдисковорит. Подсказка какая-то. КГБ. Комитет. Ну понятно. Подожди, здесь он на английском. Вкратце, тут говорится о том, что не нужно больше повышать расходы на программу Vigilantai, то есть бдительный глаз. Я так понимаю, что все в кафе Припять уже либо и так у них на зарплате, либо сами сливают информацию. Плюс есть опасения о какой-то новой угрозе под названием Янки-01. Возможно, это бригада какая-то, ее нужно поймать, допросить и сделать ее частью Дуги-3. И основная задача это безопасность электростанции. На монтаже я переведу. Прямо сейчас не буду терять времени, пошли дальше. Ну то есть, для вас тоже я, скорее всего, перевел. Вы уже все услышали. Ну-ка. Без фонарика здесь крипово, на самом деле. Так, мы с вами пришли туда, куда нужно. И теперь, скорее всего, как-то нужно спуститься вниз. Шесть. Тихо. Это он? Ну наконец-то, старина. Ты кто такой? А ты мне уже нравишься, бунтарь. Не стал ждать, как я тебе сказал. Не просто оказалось тебя сюда заманить. Теперь, когда ты меня слушаешь, он хочет проверить тебя, чего ты стоишь, избран или ты, мессия ли, бла-бла-бла. Ты шутишь, да? Типа того. Но старый безумец и правды хочет тебя испытать. Красивый король, он промолвил. Либо подлинный верующий. Кто же он? Я слышал достаточно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Он мне так сказал. Хочешь знать правду? Пусть выбирает. Сделает мудрый выбор, и я все ему расскажу. В общем, старина, сосредоточься. На столе две штуковины. Первая – детонатор. И вся эта чертова дуга взлетит на воздух. Вторая – примочка для контроля над разумом. Можешь взять ее и повелевать людьми, заставлять их творить безумные вещи. Она работает, точно тебе говорю. Еще он сказал. Только подлинный верующий и шущий правдой поставит высшее благо над собственными интересами. Кто? Кто он? Это не так уж важно. Что важно, так это завоевать его расположение. А внимание его ты уже привлек. Так и есть. Я просто скромный вестник. Он стоит за всем этим. Либо взорвать на благо всех, да? Либо управлять умами. То есть он ждет от меня, чтобы я сделал правильный выбор. Ну то есть взорвать, скорее всего. Это имеется в виду. Но только ни черта не взорвется. Да ладно тебе. А вторая штука тоже работала, интересно? Ох, игра прям хороша. Мне теперь интересно перебройти и посмотреть контроль разума. Во! Блин. Вау, вот это круто. Ай, какие молодцы. Как круто это сделали. Ты вообще веришь в это? Это чертовски круто. Ну и что теперь? Ха. Задание выполнено. Хм. Этот там спокойно ходит. Даже не дернулся. Смотри. Че за бред? Опять буря-то. Где тут солдат-то, господи? Вообще, где вся эта фигня взорвалась? Мы стояли здесь, смотрели налево. Это вот туда. Да. По идее, вот там все это взорвалось. Мне хотя бы увидеть хоть что-то. Должны же были обломки прилететь, нет? Вон он ходит. Там еще двое. Ну, можно чекнуть, только его потихоньку снимем. Жесть, я что-то слишком близко стою. Фух, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Окей, отвернулся. Спокойно. Давай-давай-давай, наперерез. Снимай. Он не заметил, что ли? Интересно, а труп он увидит? Вот это сейчас протестируем заодно. Возможно, что они не видят тело. Да, понятно, они не видят тело. Ну, может быть, в будущем это добавят, может быть, не добавят. Кто его знает. Но и так, на самом деле, то, что я сейчас вижу, это очень хорошо сделано. Во всяком случае, играется просто за бониши. Так. И я хотел немножко пострелять. Спокойно. Один здесь, один там. Ну, нормально, в принципе. Справа кто-то слышал. Что за точка? Кто целит? Дрень. Уходим. Спокойно. А если подлечиться? Есть, хорошо. Ага, я понял. Идея была не самая лучшая, но все же. Я просто хотел протестировать. Но кто-то меня оттуда сверху палил. То есть, такое ощущение, что там то ли снайпер съедит, то ли еще что-то, да? Был автоматический карабин. Всякая вкусняха. Та же самая история. Ну и можно сюда в здание пройти. Я правда не знаю, что здесь есть. Ну, они-то место охраняли. Там что-то непонятно лежит. Ну-ка. Че это такое? Газ маск. А, противогаз. А это фильтры. Прикольно. Может быть, пригодятся где-то. Да по-любому пригодятся. Секунду. Ладно, я предлагаю на самом деле потихонечку отсюда выбираться домой, потому что стемнело. А, вот точно. Я вот это хотел посмотреть. Я все взорвал, к чертовой матери. Ты представляешь? Вау. Мы все это уничтожили. Класс. Обломки валяются. Это безумно круто. Это просто безумно круто. Я сижу и не верю, что они это сделали. Они добавили такие сюжетные фишки. Причем, это же как бы развилка, да? Можно взять и вторую штуку, скорее всего. И, может быть, как-то поменять сюжет. Интересно, как. Ладно, хорошо здесь радиация навалом. Так, я предлагаю, секундочку, брать нашу эту штукенцию и открывать портал, да? Все хорошо. Это просто невообразимо, что они это все сделали в этой игре. Мой источник, позвонок Красный Глаз, утверждает, что РЛС Дуга — это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Согласно другому нашему источнику, позвонок Белоснежка, в КГБ интересуются экспериментами по появлению сознания. Для этого им понадобится очень много энергии и антенны. Большая антенна. А! А! Хорошо, я понял. Это круто. Нет-нет, Танюша, ты неправильно играешь, солнышко. Здесь до минор, дорогая. И только так. Это же Крейслер. Один из величайших композиторов всех времен. Ммм, ты правда этого хочешь, да? Поехать в Ленинград? Изучать физику? Это все потому, что там живет твой парень? Блин, а почему у отца голос, как у 17-летнего парня? Ну, серьезно, ну это так прям коробит. Причем женщина показана лет 30, ну там 25-30. И голос такого вообще нестыковка. Так, что у нас происходит с вами? Мы вернулись домой. Так. Голод. Голод грызет. Крутит живот и слабеет роман. Таня, если это правда, ты, пожалуйста, давай без загадок. О, я поделюсь едой со своими товарищами. Это хорошая мысль. А что с ним? Чего он фейлот? Он что, не смог здесь убраться, сделать медицин... Медикаменты, что ли? Sometimes you don't have food to spare. Иногда у тебя нет еды, чтобы поделиться. Голодные компаньоны будут терять очки морали. Ну, мораль. И даже могут заболеть. Двойной рацион. Да нет, обычный рацион. Хорошо. Так, это для меня. Бунц. Такой же рацион для Игоря. То есть, ну или в данном случае Оливера. Хорошо. Все? Ацепт. Почему у него фейлот? Че он не смог тут ничего сделать-то? Бесполезная зараза. Фу, это классно. Я так понимаю, вечер, что ли? Действительно вечер. Я даже ничего выбрать сейчас не могу. Возможно, нужно что-то с базой сделать или поспать. Но я предлагаю с этим разбираться уже в следующем выпуске. На этом этот выпуск завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Следующий будет завтра. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Но вы сами все видели. Даже вот сейчас отсюда смотрим. Смотрите, они взорваны. Мы с вами действуем и меняем этот мир. И это реально круто. Молодцы. То есть это же на самом деле так просто. И так мало где реализовано. Это очень круто. Молодцы. На этом пока что все. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok